Так, ладно, давайте Джо доставим к Эль Грека. Сейчас только возьмем автомобиль. Все, готово. Садись, Джо. Ну тут поездить придется. Садись. А мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. А теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил. А то, правда, придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою. Время комедию ломать. Так, ну ладно. Так. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худоща. Ясно. Вас понял. Да блин, я никогда не угадываю, какую фразу они говорят. Либо ясно, либо понял. Ну ладно, нужно быстрее доставить нашего друга Кэль Грека. А вот, кстати, больница. Кстати, я тут посмотрел по достижениям. Можно было пройти... Помните задание с талонами? Так вот, его можно было пройти по стелсу. То есть, где-то надо было нажать кнопочку, которая сигнализацию, я так понял, в сейфе отключает. Ну и, я кажется, немного начал там предполагать, где она находится. Да, голова эта, конечно, чересчур долго идет. Я думаю, у меня части минут по 40, наверное, получится. На самом деле, я не люблю делать видеоролик больше 20 минут, потому что, типа, забочусь там... Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я каркую кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Что ты? Его зовут Антонио Бальзамо. Тонио Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, родитель больше не сможет. Ага. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь. Смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончу. То следующее. Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да. Но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно. Заходи. Главное уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вито. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Ну что, осталось сделать последнее. Доставить деньги Бруно. Я так понял, на этом глава кончится или нет? А где там Бруно? Ах, да. В самой жопе. Ясно. Ясненько. Ну что, друзья. Мы приближаемся с вами к финалу игры. Сейчас рассчитаемся с Бруно. Ну, насколько я читал, 15-я глава, она вроде как последняя должна быть. Так что, эта глава поэтому и не заканчивается, что 15-я минут на 15-20 максимум. Там только сделать последнее дело и все. И на этом все кончится. Но в Мафии 3 все вернется, я надеюсь. Там вроде как Вито уже старик такой будет. Так, ладно. Поехали быстрее. Рассчитаемся с этим евреем и посмотрим, что дальше. Мне уже просто интересно самому, что будет дальше. Блин, почему же я эту игру никогда не проходил? Какая же она классная все-таки. Вот серьезно. Единственный человек, который, наверное, не проходил ее, это я, наверное. Все остальные, я так понял, уже давно ее прошли. И первую, The City of Lost Heaven. Все, наверное, уж прошли. И Джимми с Вендетту, и Бетрояло в Джимми. Все, кроме меня, наверное. Серьезно. Не, игра классная. Мне очень нравится. Так, ладно. Стой! Собака. На этот раз все будет нормально. Я надеюсь, хотя бы. Это не я. Сами, сами. Все, пошлите рассчитаемся с этим евреем. А, ну да. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну, заходи. Тебе повезло. Мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Дон, я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито, эээ... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалету. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Ну, а теперь все встало на свои места. Ну, все. Глава завершена. Глава 15. Через тернии к звездам. Ой, Старбей, 26 сентября, 51 год. Все, друзья. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво. И грозили стать еще хуже. Ну, помните, в начале Вита, да, рассказывал? Крадо или поздно, правда, всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконы. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Так, ребят, мне надо маленькую паузу сделать, буквально на минутку. Мужская работа открыта достижением. Вы себе представляете, я вот сейчас это все записываю за один заход, и только сейчас, блин, ладно, в туалет, короче, сходил даже прямо сейчас. Да, алло. Все терпел. Вито, это Эдди. Слушай, приходи. Да я угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карл ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Да, это та самая миссия с Фальконы в планетарии. Ну что, друзья, последняя миссия. Эпилог, пятнадцатая глава. Да только это еще не все. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чу. Так, и что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты. Половина людей мистера Чу убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. И выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карлу. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карлу. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чу. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карла, это тебе спустят? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карла Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановите. Помни, мальчик. Это твой последний шанс. Ну все, друзья. Нужно убить Карла Фальконе. Убейте Карла Фальконе. Ну что, друзья. Финал игры. Сейчас я разобуду нам автомобиль. И... Вылезай. Свершится. Ну что. Лео вернулся. Фрэнк Винчи голосует за труп Вита. Мистер Чу голосует за труп Вита. Да вообще все голосуют за то, чтобы Вита умер. Но Лео все-таки был спасен Вита. И поэтому ему дают последний шанс. Он должен убить Карла Фальконе. И да. Карла Фальконе попросил... Заехать в обсерваторию. Преследую гонщика. Ну я думаю, вы понимаете, зачем он попросил его заехать. Соответственно, он его хочет убрать. И сделать это заранее. Джо, как мы помним, у Эль Грека. Собственно. Ну теперь я хотя бы понимаю финал игры. Ну эту миссию я видел. Я знаю, что она из себя представляет. Так что... В принципе, все понятно. Но все-таки... Буду вести себя подобающе, так скажем. Ну что. Поднимаемся мы... Наверх. В обсерваторию. Где и должны сделать последнее дело. Теперь я точно хочу Мафию 3. Теперь я точно куплю Мафию 3, когда она выйдет. Ну, в 2016-м, конечно. Но по-любому я ее предзакажу. И по-любому пройду ее. Я уже хочу это сделать. Мне очень понравилась вторая часть. Так, ну что, обсерватория. Вон она. Где-то там. Вон она, вон она. Все, вижу ее. Генри был федералом. Это самое основное. Что следовало бы знать. Так, где-то здесь у нас метка. Метка, ага. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только... Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Через кусты, конечно, стрелять это не Камильфо. Ну, понятно. Ну, как я говорил. Через кусты стрелять это не особо круто. Так что... Спрячься-ка я вот сюда. Ну, вначале просто нужно принять тут как можно больше людей. А дальше все легко. Все нормально. Да, все нормально. Готово. Готово. И еще один. Рядом тут. Даже двое. Так, спокойно-спокойно. Кто это у нас там такой заныкался-то, а? Крысеныш. Эээ... Фак. Да что за дерьмо-то. А, вон он. Вон он где у нас находится. Я все думаю, откуда фальба идет. Что? Серьезно? Я столько прошел ради того, чтобы сдохнуть от странного молотова? Или что это? Или граната это была? О-х-ре-не-ть. Так, в этот раз я... Да что с тобой, черт побери. Вот же он. Задожил. Гранату. Не, ну я ж не знал, что они и так будут играть хитро. Просто. Дубль три. Дубль три. Так. На этот раз я очень аккуратен. Все, да? Все. Я могу спокойно заходить? Ну ладно. А, это еще не все. Я тебе башку к чертям отстрелю. У нас еще вот тут вот перестрелочек сейчас будет. Так, ладно. Фак. Что такое-то? Это уже труп. Блин. Ну. Вон, походу, последняя дверь. А, не. Там направо надо идти. Как-то так. Еще немножко. Продолжение следует... Давай. Продолжение следует... Ты просто шестерка Вита. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь... Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Клеймен ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй. Собираешься нажать на курок? Ну давай. Чего ты ждешь? Вита. Давай убьем подонка. На счет три. Раз. Давай! Два. Ну! Ну ты друг! Прикрой меня, Вита. Давай, редис. Раз. Он не кричит, психов. Вита, погнали. Я лучше всех. Стреляй. И это все, чем меня порадует? Хе-хе. Кто-то попал. Твой придурок, у тебя нет шансов. Всех не перестрелять. Тихо. Ты в конец свихнул. А? Я посмотрю, как тебя. Тихо. 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 Давай уже. Их там всего двое. Ну же, Гарр. Попал. А? Черт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Честно, даже приятно. Прямо не жуло в заходе. Черт. 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 Знаешь что, Карло? Последние десять лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну. Убивал за свою семью. Убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это, это для меня. Пошел ты. Долбовый хрен. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все намази. Увидишь. Так, о чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа. Даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне пять баксов должен. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Так что там за тайны? Эй, эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова Продолжение следует...